Всем здравствуйте! Друзья угостили нас щукой. Женя, Алена, спасибо вам большое! И сегодня на нашем столе будет фаршированная щука. Для приготовления этого блюда, кроме самой рыбы, нам понадобятся яйца отваренные вкрутую, вареная морковь, лук, сырое яйцо, небольшой кусочек сала, белый хлеб, пару кусочков, можно взять батон вместо хлеба, немного молока, майонез, соль и черный молотый перец. Перед тем, как разделывать щуку, ее нужно хорошо вымыть, очистить чешую, удалить у нее жабры и внутренности выпотрошить. Голову нужно отрезать не полностью, а надрезать заплавником, вот этим зажаберным. Так вот, таким образом. Теперь нам нужно снять шкуру чулочком. Для этого мы приступаем следующим образом. Поддеваем вот тут шкурку, чтобы ее не попортить. И ножничками сейчас подрежем позвоночник. Прям пальцы так под позвоночник засовывайте, чтобы можно было ножницы просунуть. Шкура осталась целая и теперь потихонечку чулочком снимаем шкурку. Не торопимся, шкуру, чтобы не портить. Нужно подрезать ножичком. Рыбку удобно чистить вдвоем шкуру эту снимать. Так что попросите кого-нибудь, пусть подержит позвоночник, а вы будете шкурку эту со щеки аккуратненько, не торопясь. Снимать чулочком. То, что мясо на шкурке остается, это ничего страшного, мы потом все это дело счистим. Главное не спешить. Снимая. Когда шкуру снимем до хвостика, катушку отрезаем. Теперь при помощи ложки сошкрябиваем мясо, которое осталось на шкурке и чистим. Филе можно уже складывать в тазик. Подготовленную шкурку выворачиваем снаружи. Вот такой у нас получился чулочек вместе с головой, который мы будем потом начинять фаршем. Теперь нам нужно срезать филе с рыбки, выбирать косточки и подготовить филе для фарша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Филе подготовили, теперь нужно приготовить фарш. Для этого хлеб замачиваем в молоке пока, пусть полежит. И половинку луковицы мелко порежем. И пожарим ее в небольшом количестве растительного масла до золотистого цвета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все подготовили, теперь приготовим фарш. Перемелим на мясорубке филе рыбное, морковку, сырой лук, лук жареный, но без масла. Масло нужно так вот, чтобы слилось с него. Яйца отваренные вкрутую, сало и хлеб. Хлеб нужно будет отжать от молока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь в фарш добавляем маслица от лука жареного. Взбиваем яичко. Солим и перчим по вкусу. У меня щечка была с икрой. Икру тоже в фарш. И теперь фарш нужно хорошо вывесить до однородной консистенции. Готовым фаршем начиняем щечью шкуру. Сильно плотно набивать не нужно, чтобы она у нас не разрывалась при выпечке. Готовым фаршем. До свидания. Готовым фаршем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Если фарша остается немножко, его как правило так остается чуть-чуть, котлетки пожарить можно Теперь щечку нужно смазать майонезом Или сметаной, кому как нравится Делаем это для того, чтобы при запекании у щечки образовалась румяная корочка Подготовленную щечку перекладываем на смазанный маслом противень Щеку укладываем на противень брюшком вниз И сразу придаем ей форму, в которой она у нас будет потом лежать на блюде Наша щука готова к запеканию Отправляем ее в духовку, разогретую до 180 градусов В зависимости от размера рыбы, она выпекается минут 40-60 Пролетело 45 минут Рыбка наша готова Запеклась, зарумянилась очень хорошо Чтобы убедиться в готовности блюда, достаточно проколоть его деревянной шпажкой Прокол должен быть сухой, не должно выделяться сока Блюдо получается очень нежное, вкусное, ароматное Я надеюсь, оно вам понравится Приятного аппетита и пока-пока!